здравствуйте дорогие друзья хочу предложить ваше внимание несколько способов сделать из хард диска и жесткого диска на внешний жесткий диск что у нас в ролях получается жесткий диск от стационарного компьютера жесткий диск от ноутбука внешний контейнер но он только годится для ноутбучного жесткого диска он маленький но такие же и контейнера и контейнеры есть и для больших жестких дисков и вот такая док станция универсальная еще есть очень такой интересный агрегат это вот кучка вот этих проводов они тоже у них тоже поговорим отдельно с них с помощью них тоже можно подключать жесткие диски к ноутбуку в качестве внешних или к стационарному компьютеру этот вариант получается самым дешевым но на мой взгляд и самым универсальным так поехали для начала давайте рассмотрим контейнер внешний контейнер то есть в каких случаях он может быть удобным в том случае у вас например ноутбук потому что вставить в него можно жесткий диск если носить его с собой вот такой вот у меня удобненький таким образом вставляется жесткий как получилось что у меня жесткий диск стал внешним я просто установил свой ноутбук ssd твердотельный диск а вся информация у меня осталась на моем диске который был в ноутбуке я решил его использовать как внешний вот таким образом мы его размещаем в контейнере так вот так мы закрываем ну коробочки бывают разные но это вот такая вот вот защелкивается и все без всяких винтов очень удобно индикатор имеется теперь мы можем жесткий диск использовать в качестве внешнего подключаем его к ноутбуку в данном контейнере вход usb и usb стандарты но входы бывают разные micro usb и mini usb это не суть важно таким образом поскольку данный контейнер поддерживает usb 3.0 втыкаем в контакте usb 3.0 данного ноутбука вот заработал контейнер видите да замигал экранчик замигал светодиодик и у нас вот появился данный жесткий диск у меня на ноутбуке только диск C и поэтому все остальные диски это вот все что на этом диске данный способ подключения подойдет не только для ноутбука но и для стационарного компьютера хотя для стационарного компьютера будет удобно немножко другое об этом поговорим не надалее еще есть одна полезная функция данный жесткий диск можно подключать к современным телевизорам и опять же использовать его в качестве внешнего носителя что также очень удобно если у вас были закачиваны на него вот в ноутбуке всякие фильмы и так далее вы можете спокойно смотреть его на хорошем современном телевизоре следующий способ подключения внешнего жесткого диска это вот такая док-станция док-станция хороша тем что к ней можно подключить как жесткий диск от ноутбука так и жесткий диск от стационарного компьютера который немножко больше данный вид подключения подойдет больше для стационарных компьютеров так как переносить его не очень удобно хотя тоже можно брать с собой просто удобнее контейнер для переноски данный док-станция хороша тем что она может включаться и выключаться подходит USB 3.0 есть вот сюда втыкается питание автономное питание вот проводок этот проводок для подключения каком-нибудь устройстве ноутбуку или компьютер подключаем док-станцию питанию подключаем и опять же порт 3.0 USB 3.0 вот у нас же большой жесткий диск и маленький жесткий диск сейчас я вам покажу вот маленький жесткий диск давайте начнем с большого вставляем берем вот тут вот таким образом все наставилось сейчас наведу экранчик чтобы было понятно и включу за диеток станцию вот он появился замигал огонек на той станции говорят о том что жесткий заработал вот пожалуйста он открылся закрываем его закрываем несколько диск вот пожалуйста диск размечен на на два жестких диска и вот они оба появились он тоже довольно удобная конструкция сейчас мы вытащим этот жесткий и попробуем жесткий диск от ноутбука для этого мы воспользуемся очень удобной функцией выключения питания выключим питание сзади выем жесткий и вставим жесткий диск от ноутбука подниму прям такая прорезь получается очень удобно вот он стал такого вида получается включим сзади питание опять же замигал контакт и появились наши диски данный жесткий диск у меня размечен на три диска вот они все три появились очень удобная машинка это док станция далее осталось вам показать только еще один хитрый способ подключения жестких дисков это с помощью систем проводов это самый дешевый способ подключения ну и самый универсальный теперь у нас вот такой шмоток проводов в этих проводах самое главное вот этот контроллер которая позволяет подключить внешне hdd к какому-нибудь стационарному объекту чем он хорош здесь вот есть разъемчики под старые разъемы компьютерные это как бы для айди подключения видите и вот здесь как будто переходник тоже в доставы дисков особенно для компьютерных очень удобно то есть можно включать старые жесткие диски это еще система хороша тем что она но не требует какого-то ну куда-то что-то вставлять или просто подсоединяете таким вот образом один ход и вот подсоединяем вот вот таким образом все остальное допустим узли подсоединяем к usb тоже просто не хочу еще раз он все это показывает поскольку и так все понятно да и сейчас эти все блок питания обычные блок питания вот здесь включается такая система то есть похоже на ноутбук на также мы за это система подключается диску у них одинаковые разъемы где диском будет чтому таким образом самом деле эта система она сама универсальная игру и решение самое недорогое это идет в ноутбук потом 3020 зависимости от того контроллер что поддерживает в данный или может подключать старый жесткий диск и на данный момент уже нет таких жестких дисков но как как вариант заделать возможно то спасибо за внимание показал вам три способа подключения рождите которые теперь у вас как бы вам ну не нужны потому что или вы вставили ссд в ноутбук или просто вы хотите подключить какой-то жесткий диск к стандартному компьютеру вот это три способа подключения жестких дисков в качестве внешних к компьютеру или ноутбуку всем спасибо всем до свидания хорошего настроения смотрите меня на моем канале youtube и читайте меня в моем блоге пока